Приветище! Это девятый день симулятора переработки! Мой конвейер бабла! Кстати, насчет бизнеса. У нас в прошлой серии добавилось оборудование под названием монтировка. Теперь мы сможем вскрывать те заветные ящики и узрим, что же в них сокрыто. И вот она, пресс-бумага за 2200. Вот что нам нужно. Именно для этого мы и собирали кучу мусора, чтобы покупать офигенные станки и разбокатеть. Потому что есть контракты невероятные, где требуются трубы, например. И их стоимость, смотри, если мы эти трубы сделаем, 2000, почти 3000 баксов. Это же офигеть какие бабки. Совсем другие деньги появляются у нашего бизнеса, новые возможности. Но прежде чем брать такие сделки, нам нужно заключить вначале вот такие вот простенькие. Переходим и болтаем. В комментариях писали, что будет, если ты скажешь ноль. Вот мы сейчас это и узнаем. Стой, 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 стой. Это же они мне будут платить деньги, а я чуть за бесплатно это не сделал. Стоп. В этом плане... Ну хотя давай попробуем, например, скажем вместо 516 мы скажем 500. Пойдет ли заказчик на такое предложение? То есть я ему скидку даже делаю. Он согласится? Давай договоримся на 500. Условия при... Он, то есть и на 500. Если бы я написал сейчас здесь ноль, то реально я бы за ноль этот заказ сделал. Ну ладно, 15 баксов не страшно. Мы можем, в принципе, этот заказ даже и не брать и сказать, что мы типа передумали. Я лучше пойду и возьму какой-нибудь другой заказ. Например, на бумагу. У нас тут 4 дня. Давай-ка пообщаемся. Ну, в принципе, за 500 я готов. Я готов взять твой заказ. Раз у тебя срочно все. 367. Ну давай тогда 900. Поднимаем ставки. За 900. Что насчет этого? 395. Поднимает, поднимает. Давай 450. Ну-ка. Кто-нибудь мне сегодня откажет или нет? 395 это походу предел. Давай за 400. И все. А, нет, все. Я уже больше не могу ему, кстати, писать. Вы не можете ввести более высокую цену. Все. На этом наш диалог закончился. И либо я соглашаюсь на эту сделку. Либо как бы иду лесом. Ну, я, конечно же, соглашусь. Это выгодная цена. И как бы носим все. Ищем локации, где у нас есть баланс по всем этим материалам. Значит, во-первых, я хочу вот сюда сгонять. Тут огромная куча металла. Так как это новое место, надо туда сгонять. Сделка. И давай мы сейчас здесь попробуем другое. Он нам предлагает 155. А мы ему наоборот плюсанем и скажем за 160. Ты как бы готов? Нет, подожди. Давай тогда не здесь лучше. А вот здесь мы проверим это. Сколько она просит? 102. А я сейчас напишу такое. За 105 что ты скажешь? Ну, конечно, она согласится. Как бы такая лафа. Хорошо цена договорная. Ну, все понятно. То есть это и в одну сторону, и в другую работает. Я с этим чуваком-то не договорился. То есть я сделку закрыл. И все. Больше я к ней вернуться не могу. Ладно, за 150, значит, договор. Едем туда. Потом покупаем вот это. Сейчас договоримся. Насчет бесплатно съездить за 0. За 0 долларов. Пустишь меня? 130. Я сыт по горло. Последняя цена... Вот, уже пошли пререкания и отказы. 122 это прям вот минимум. Ладно, берем. Деньги потрачены. Едем проверять наш лом. Хотя времени... Ой, времени-то капец. Мы сейчас, скорее всего, в одно место только успеем заехать. Значит, первое вот это. Погнали. Куда это мы приехали? А, так это стройка. Это стройка. Ну что ж, быстренько это все зачищаем. Убираем. И едем дальше, если успеем. У нас рабочий день до 6, а у нас сейчас полшестого. Я думаю, что мы нифига никуда не успеем больше. Так, так, так. Какая тачка крутая. Опа! Двери. Давай взломать. У нас уже сверчки. Звуки всякие издают. Значит, вечер наступил. Так что рабочий день на сегодня, походу, у меня окончен. Что тут? А, да. Вот и ящичек сразу этот. Драгоценненький. Ну давай посмотрим, что ты там скрываешь от нас. Держите и заполняйте шкалу. Отпускайте, когда попадаете в зеленую зону. Окей. Раз. Два. Три. Перебор. А если перебор, все по новой. Ну-ка, 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 ну-ка. Золотой слиток на стройке. На бомжатской какой-то стройке. На кой черт его здесь прятать? Мафиозы, что ли? Привезли его сюда. Я зазем забыл про фонарик. Он же у меня тут есть. За уголком ничего. На втором этаже у нас. Можно еще и на третий подняться. Гитара. Кстати, отсюда удобно очень скидывать вещи вон туда. Чуть-чуть не докинул. Коробок дофига. Ну-ка, попаду не попаду. Бинго! Тут, кстати, даже балкончики есть. Это очень удобно. Если я оттуда закинул, то отсюда и подавно закинул. Да, класс. Кстати, я только сейчас обратил в ночи, что у меня контракт по пластику истекает сегодняшним днем. У меня ноль дней. Как я так лоханулся с этим. Идем на третий этаж. А тут, в принципе, ничего особенного такого-то и нет. Ну вот, в принципе, я и закончил. И сейчас посмотрим, могу ли я убиться, спрыгнув отсюда. Не, я бессмертный. Я какой-то железный человек. Или у меня экзоскелет. Как вот я со второго... Ну, это второй этаж хотя примерно, да. С крыши второго этажа я упал. И как бы нифига. Здесь мы закончили. Пластика тут оказалась всего... А, нет, не закончили. Что-то еще здесь есть. Скорее всего, в моем мешочке, который я забыл скинуть. Да. Пластика здесь оказалась всего 1,4 килограмма. Это очень мало. Сюда хочу... О, пока я здесь в разъездах, я могу дальше ездить. И в ночную работать. Обалдеть. Это хорошо. На заправке все. Надеюсь, что и дальше я смогу уехать. В вашем мешке для мусора есть откуда. А, я не могу в машину с мусорным мешком сесть. Что за беспредел? Это же моя машина. Какого? И последнее. Е-е-е, в 9 вечера. Ночные выездатые мусоросборщики. 24 в супермаркете. В ночную смену. Ух. Это прямо трендовый заголовок 2021 года. Готово. Все три локации зачищены. Едем домой. Чувак. У тебя сегодня ночная шикарная смена. Ты посмотри, сколько у меня здесь барахлишечка. Давай вперед. Я верю в тебя, силач. Тимоха. Жалко, конечно, что этого чувака... Подожди. Я же могу его, в принципе, нанять. У меня денег сейчас достаточно. То увольняю, то нанимаю. Какой же я ужасный работодатель. У нас здесь есть Сэм Тернер и Коди Бутлер. Слушай, ну Коди Бутлеру платить меньше, поэтому ладно. Я каких-то алкашей нанимаю неопытных. Ну хотя, а где еще неопытным набраться опыта? Давай, 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 вперед. Коди. Опять близнец пришел. Хоть бы разнообразили рабочих, а то здесь одни клоны работают. Знаешь, у меня внизу, походу, есть лаборатория, которая производит этих клонов. А я пошел перерабатывать всю эту мусорную труху. Кстати, чем чаще играешь в эту игру, тем быстрее привыкаешь к этой сортировке. И уже на автоматизме это все происходит. Я как будто реально на сортировке работаю. Есть единственный минус. У меня тут уже барахло набралось. Минус в том, что я как будто одной рукой по одному предмету беру. Почему нельзя в охапку это все взять и раскидывать? Вот, допустим, несколько стекляшек взять за раз. Хоп-хоп-хоп и все. А так нельзя. Мне вот интересно, что будет, если эта сейчас конвейерная лента просто полностью забьется. А, все уже. Мне даже любопытно, сколько я сейчас мусора отсортировал. Там, наверное, килограммов... Общий вес 200 килограммов почти, прикинь, 180, если быть точным. И бонусно еще 7 килограммов нам накинули. Как бы очень даже неплохо. Вы молодчики, ребята. Только непонятно, что у вас штанцы такие грязные. Где это вы лазили, а? Ну все, теперь быстренько. А, ну все, быстренько. Мне точно нужны поля... А, слушай, знаешь что? Взять ящик и закинуть его в фургон, посмотреть, что будет с ним. Ребята, пошли его вытаскивать. Реально, смотри, он его вытащил и выкинул на конвейер. Но конвейер не поднимается, потому что это не мусор. Вернее, мусор, но он уже отсортирован и как бы... Зачем это делать по второму кругу? То есть здесь это продумали. Хорошо. Тогда в комментариях мне написали, попробуй взять палету и закинуть ее в перерабатывающую машину с деревом. То есть, которое дерево перерабатывать. Попробуй. Вот она у нас, деревянная эта установка. Я беру палету и... Нет. Палету. Смотри, измельчить как бы можно, да, туда закинуть, он подсвечивается, но... Но нет. Нельзя. Скрипт не предусматривает это. А если мы палету сюда закинем? Ребята, вы палету потащите? Палету-то вытащите с машины? Ладно, я сейчас залезу сюда, прям внутрь ее кину. Не, хоть бы хны, на палету как бы нет. Сюда тоже без толку. Ладно, ладно. То есть, контейнер с мусором они вытащили, а палету им лень уже. Либо они просекли фишку, что я издеваюсь. Хорошо, что здесь останавливается время, и у нас 9 вечера, идет уже третий час. Если бы время шло, то я бы профукал все контракты, наверное. Сейчас я все эти отходы тут переработаю. И здесь будет абзац конкретнейший. Завал мусорный прямо произойдет. Коллапс, я бы даже сказал. Пластик, пластик, пластик вот сюда. А еще здесь очень шумно. Очень шумно. Все производится, все хорошо. Наверное, стоит сюда палет кинуть. И выкатить на всякий случай рохлю, а то она сейчас оттуда не выйдет. О, нифига себе, тут даже вот упаковочная лента есть. Хорошо, что я на нее не трачусь. Она сразу в моей машине встроена. Видимо, бесконечная упаковка. Наконец-то я все закончил. Склад у нас выглядит сейчас на данный момент вот так. Не так уж и много всего. Хотя, мне казалось, мы дофига чего переработали, спрессовали. И я могу закрыть два контракта, но не пластиковые. Что меня печалит, конечно. Что ж, по стеклу сдаем. Что у нас там еще? Прессованная бумага тоже можно сдать. 1700 мы подняли. Блин, этого все равно маловато. И по опилкам, блин, не добили всего 10 единиц. Ладно, идем спать и принимать свою карму. В виде штрафа, скорее всего. Вот и узнаем, что будет, если я не выполню контракт. Девятый день. Контракт. Мы заработали 1187. В плюсе очень хорошо. Сделки с ломом минус 361. Это мы покупали счета. Минус 53, заработная плата, кредиты и прочее. Прочие это, может быть, контракты. Как раз таки меня штрафанули. Минус 300. Скорее всего, да. Вот так-то. Минус 300. Побежали сразу за комп. Надо, короче, в магазине прикупить. А именно контейнер для переработки. Хочу узнать, что это такое вообще. Нет никакого описания. Не ясно, для чего это. Вы подтверждаете покупку? Да. Покупаем. По улучшениям у нас тут ничего еще не открылось. А до этого нам еще слишком далеко и дорого. Пойдем посмотрим, куда эти контейнера шлепнулись. А, вот их привезли. Вот они. И куда нам их поставить можно? Погоди, погоди, погоди. Вот сюда я должен это поставить. А для чего? Неужели утилизировать то, чего? Контейнер для переработки. Даже интересно, для чего это нужно. Так, так, так. У нас появился новый порт. О, еще вот ресторанчик новенький. Ну все, поехали. В новое местечко. Ого-го. Не, вот это точно порт. Вон и корабли стоят. Ничьи, канистру. Канистру нашел, но, к сожалению, пустую. Не с бензином. Знакомое местечко, слушай. Несмотря на то, что здесь стоит этот подъемный кран, который контейнеры эти туда-сюда таскает. Это место очень похоже. И так же на коробках сбираешься и поднимаешься на контейнер, как и в... О! Опа-на. Давай вскрывать. Сколько здесь золотишка у нас будет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Десять килограмм. Плюс двести долларов мне в кармашек. Очень замечательно. В прошлый раз я вообще забыл посмотреть, сколько денег мне этот золотый слиток дал. Убираю я такой мусор тут, продолжаю все это вычищать. Поворачиваю голову, а там еще один, прикинь, сундук. Я обожаю это место. Оно меня сейчас золотит. Тоже двести долларов. Теперь едем в кафешку. О, глухо, как ее тут раздолбили. Выглядит, кстати, стилево так. Я уже вижу, что тут-то есть дверь, которую можно взламывать. И кассовый аппарат. Вот кассовый аппарат мы еще не взламывали. Ну, ранее мы его видели, но не было тогда отмычек. Вот так вот надо сделать. Ну-ка. Бабло! 50 баксов, 100 баксов, 100 баксов, 100 баксов. Нифига себе! Вот это я заработал баблище! Кассы оказалось выгоднее вскрывать, чем ящики с золотыми слитками. Кто бы мог подумать. Но это еще не все. Здесь есть комната, в которой, скорее всего, ящик с золотом. Удачная вылазка. Вот сегодня, 10-й день, очень удачлив. Ну да, ну да. Сколько золотишка? В этот раз дайте мне на 400 золотых, чтобы кассу перебить. Хотя кассу не получится, там все равно дороже. Там, по-моему, я 500 набрал. Я не считал, конечно, но я думаю, что 500 долларов я точно там набрал. Слиток на 10 килограмм. Плюс 200. Ну что, я за один выезд, просто сюда приехав, заработал. Ну, грубо говоря, скажем, что с кассы я забрал 500. Да, потому что не считал, не могу сказать точно. А здесь 200. 700 баксов заработал. И меня удивляет, что здесь есть толчки в каждой кабинке. Удивительно. А здесь? А здесь нет, последний не затолкали, обделили. А сюда что? Тут у нас какой-то план маркетинга. В ящиках ничего. Никто ничего не забыл. Молодцы. Но как в кассе могли забыть деньги, это, конечно, для меня секрет. Видимо, в попыхах бежали отсюда. Я опять вернулся поздно, но не так, как в прошлый раз. В 6 вечера я оказался дома. Ребята, работаем. Сейчас, короче, буду очень лениво сортировать мусор и посмотрю, как сильно забьется эта конвейерная лента. Может быть, даже и вообще не разбирать мусор. Ночь. Я очень спать хочу, зеваю на звезды, смотрю. По одной коробочке, по деревяшечке. Лента все забивается, забивается, забивается. Да, мусора в этот раз я дофига привез. Еще больше, чем в прошлый раз, мне кажется. О, колесо, колесо едет. Прессовать сейчас будет все здесь. Ну вот и все. Конвейерная лента закрылась. Точнее, забилась. И я боюсь, знаешь что? Если я ее забью доверху, то машина, которая сюда все это выгоняет, она забьется. И мусор начнет пропадать. Ты только посмотри, что на конвейере происходит. Елки-палки. Мусор трамбуется и выше поднимается. Его как будто сбоку невидимые стенки сдерживают. Игра уже за меня вступилась. Поняла, что я устал сортировать. И пишет, вы можете пойти в свою кровать и поспать, чтобы закончить день. Но я еще не доработал, блин. Я бы, наверное, так и поступил, если бы мне не нужны были деньги. Но мне нужны деньги. Вот отстой. Я закончил сортировать, а где-то что-то потерялось. На конвейере этого нет. Придется закругляться и... 79% успеха всего-то. Ну ладно, хотя бы 7 килограмм бонусом накинули. И то хорошо. Как я выяснил, я могу мусорный контейнер поставить себе на кровать. И лечь спать вместе с ним. Блин, ну нет, я не хотел ложиться сейчас спать. Прочие расходы 850. А почему 850? За что 850-то? Откуда? Я что как... Блин, чисто случайно по тупости лег спать. Отстой. Ну по контракту вроде бы все у меня... Эй! Прикинь, я контейнер не могу отсюда забрать. Отдайте мне контейнер этот. Черт возьми! Я вообще предметы не могу теперь брать. Зайду сейчас в станок. Выходим. Нет, надо врухлю сесть. Может это поможет. Рохля, помоги мне. Выходим. Зараза, я предмет теперь не могу брать. Заглючил игру. Вот, взял. Воу-воу-воу-воу-воу! Все-все-все-все-все-все-все-все. Отлично-отлично-отлично. То, что нужно. Фух. Чуть-чуть перебздел. Ну то есть сейчас я должен контейнер забрать. О, слава богу, я его забрал. Слушай, поскольку у меня в сортировщике что-то где-то пропало, может быть вы сможете... Реально, он пошел досортировать. Ха-ха-ха. Хотя там пусто уже, как бы, нечего и сортировать-то. Я не знаю, как так вышло, но я ранее замечал, думал, может так и должно быть. А тут реально дерево лежит просто так. Вот пойдем попробуем отсортировать. О, жарабасик, ты ко мне на работу идешь? А-а-а, вон оно, как это дело-то работает. Короче, понятно. Прохожие теперь приходят, и сюда мусор. Волонтер это был по переработке. И мусор сюда заносит. Вон еще, походу, волонтер идет. Что-то заносит. Так, а дерево, дерево, дерево. Я могу сюда куда-нибудь дерево шлепнуть? Дерево это вот сюда. Нет, сам я сюда ничего не могу положить. Вот еще один волонтер идет. Нифига себе, ну так-то это прикольная тема. Пачку из-под чипсов несет или что-то типа того. Я открываю. А там вон отсортированный мусор здесь. Ну круто. Теперь мне еще и городские будут помогать. А самое главное, что это бесплатная помощь. Будем делать бабки. Будем делать бабки. Единственное, что по металлу. Нам металла чуть-чуть не хватило. Ну, срок по договору у нас два дня. Так что приемлемо. Доставляем. И у нас седьмой уровень. Плюс одна компания. Новый переговорщик и сборщик мусора у нас появился. Навык переговоров плюс один. Это значит, я смогу еще больше скидки выбивать. И наоборот, дороже для себя контракты брать. Теперь пластик. Нет, пластика нету. По опилкам доставка. По стеклу доставка. Здесь нет доставки. Здесь нет. А вот Экобленд. Что они предлагают? Экобленд. Это что за контора такая у нас? Сюда все. И бумага, и пластик. Возможно, что-то еще будет. Ну, а сейчас. А сейчас. Я на всякий случай зайду в магазин. Посмотрю, что-нибудь тут у нас по машинам. Понятно все по оборудованию. Ничего по улучшениям. Тоже пока все закрыто. Ладно, но зато у нас новый чувак. По персоналу сборщик мусора. О, новые чувачки, смотри. Если тут у нас сортировщики, они как клоны выглядят все одинаковые, то в сборщиках у нас вот и бородачи, и вот такие вот носачи есть. И у них отличие главное по вместимости. У Джордана вместимость 57 килограммов. У Матвея 82. Ну, конечно, Матвея надо нанять. Бородача. Ассистенты? По ассистентам нет. Нанимаем, значит, бородача. У вас нет грузовика, чтобы развернуть этого сотрудника. Хотите купить грузовик за 800 баксов? Чего? Чего? Грузовик за 800 баксов? Блин, ладно, давай, 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 пофиг. Я хотел, конечно, станок, но я так подумал, если у нас будет сортировщик мусора, еще один, такой же, как я, то мы быстрее заработаем бабки. Так что, да, вы можете отправить сборщика мусора в зону сделок по лому для сбора. Обратите внимание на их грузоподъемность и постарайтесь отправлять их в подходящие зоны. А, вон оно что. То есть, если я отправлю его в зону, где вес составит больше, чем 85 килограмм, да, который у нас чувак может поднять, то он все оттуда не вывезет, и это плохо для нас. Но прикольно, что у него теперь своя тачка, и он сам будет ездить там все собирать. То есть, я в двух местах одновременно теперь могу быть. Это же, это же обалденно. Обалденно. Вот давай мы сейчас возьмем ему, возьмем ему, вообще в контракт нам прессованный металл нужен, да, по металлу нам. Вот что-нибудь. Вот, смотри, здесь у нас сколько? 58 килограмм, а у нас персонал на 80. Сколько он у него? 82 максимально. Надо запомнить эту цифру. Теперь мы идем в сделку. 58 килограмм, прям отлично для нас подходит. Договор. Пойду отдам своему стажеру. Стажерчик. А где он, кстати? А, вот тачка стоит. Аху, в оранжевый. Прикольно. Он еще и в каске. Я, наверное, так же выгляжу. Матвей, здорово. Матвей Кларк. Привет, босс. Что я могу для вас сделать? Да сбор надо, сбор. Езжай туда, вот, 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 иди. Недостаточно времени для сбора. Пожалуйста, попробуйте снова до 15. Блин, я чуть-чуть не успел. Зараза. Ладно, не важно. Я зря его купил. Отмотайте время, пожалуйста. Он сегодня просто простоит, получается. Я сейчас иду на рынок продавать все, что у меня есть. Вот пластика у меня 60. А, нет, может, мы контракт просто возьмем? Мне деньги нужны. Контракт на пластик. Во, на 60 единиц. 516. А у нас еще одна фирма появилась, вот, которая и бумага, и пластик. Может, тут чуть-чуть не демену. 54, 400. Нет, плохо. Плохо. Здесь лучше. Давай торговаться на 650. Удовлетворенно. Блин, ничего себе. Надо было побольше цену загнуть. Ну, 650, так 650. Договор. Я сразу тебе отдаю. 2440 у меня в кармане. И этого должно хватить, чтобы купить новые аппараты. А, 2200. 2200, вот, по 2200. Значит, мы покупаем пресс-бумагу. Вот такой вот. Очень классный. Или, может, по дереву все-таки пресс-дерево. Покупаем. Купить. Размещайте свои машины друг за другом. В правильной линии. И соединяйте их, чтобы вы могли массово производить продукт. А, это прямо-таки конверная линия будет. Выходит, что нам вот этот станок нужно куда-то сейчас перетащить. Девушка, девушка, добрый этажи волонтерша. А я думал, только жаробас сюда ходит. Ну, приятно, что и такие дамы к нам заглядывают. А я вот за коробочкой. Он, в принципе, не такой большой. Правильно выставляем конверную линию. Опля. Ну вот, и что мы можем тут произведить? Древесно-волокнистая плитка. А как же древесина? Ну, хотя логично, что из мусора я не буду производить дерево. На что я вообще надеялся? О чем я думал? Так, ну хорошо. Пойдем теперь в те контейнеры заглянем, которые волонтеры нам набирали. И попробуем вот такое вот волокно произвести. Значит, дерево вот открываем. Это берем. Закидываем древесину сюда. У нас там все работает. А волокна нам сколько нужно? Два килограмма для одного волокна. Ага. Опилок у нас два как раз будет. Ну, давай здесь соточку лупанем. Запустите. Пошли смотреть, как это будет все выглядеть. Опа. Брикетик какой. Древесная плита. Ну, слушай, что, в принципе, неплохо, неплохо. Оно так еще собирается в столбик. Надо, короче, сейчас пойти на рынок и посмотреть, сколько это добро стоит. Значит, дерево вот, 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 вот. 25 долларов. Очень даже неплохо. А у меня как раз 8 единиц. Можем мы сделать вот так и получить 200 долларов. Ого, какая пушечка. Пушулечка. Принесла консерву. Спасибо тебе. Я целую. Как мне нравится. Смотри, они 18 килограмм мне тут притащили. Дерево, кстати, я забыл посмотреть, сколько килограмм было. Тут 18. Тут 18. Ничего себе. Пушечка свой вклад принесла. И тут 19. Больше. Больше, чем в других. Так, ну ладно, пускай здесь это все перерабатывается. Я пойду посплю и хочу все-таки отправить чувака работать. День 11. Плюс 2000. Минус косарь. Нифига себе, я влетел. Минус 3000. Ну да, я же машину купил. Понятно. Понятно. Эх, надо сейчас бабло зарабатывать прям конкретно. 123 бакса у меня в кармане. У нас утро. Надо посмотреть, сколько там натаскали мусора. Ого. Не. Ха-ха-ха. Вот это ты прыгнул. Ты что, балерина что ли? Мусора, короче, не шибко натаскали. А вот ты отправляешься работать. Сбор мусора. Так, сделки сломала. А почему? Я же покупал. Эй. 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 Как это? Я же никуда не ездил. Нифига себе. Я купил, короче, сделку. Не съездил на нее. И она пропала. Вот отстой. Это реальный отстой. Договор я туда отправлю своего подопечного. Блин, если б я знал, я бы сам съездил на ту сделку вчера. Что-то я бы осрался. Давай, коти. Я на тебе столько денег просрал. Это ужас просто какой-то. Иди. Не работает он после пятнадцати. О, поехал. Ну и по идее он потом приехать сюда должен. Смотри, не сбей там никого. Ничего себе он носится, дикарь. Поворачивает так резко, как на дрип. Короче, он должен потом сюда приехать, запарковаться здесь и все это выкинуть вот сюда. Ну, рассортировать весь мусор вот по этим контейнерам. Я так думаю. Потому что иначе зачем здесь парковка эта вся вообще. Слушай, я тут, короче, переработал железо, которое мне принесли волонтеры. И оказалось, что его будет достаточно. И я могу закрыть по нему контракт. По железу доставка. Все, хоть чуть-чуть денег заработали. Напарника что-то уже долго нет. Я переживать начинаю. Не забухал ли он там где-нибудь с Петровичем каким-нибудь или охранником. А то у него все-таки и тачка моя, и мусор мой. В общем, ладно. Будем закругляться. Не будем ожидать этого перца. Узнаем в следующей серии. Довезет ли он мусор в целости и сохранности. И вообще не пропадет ли он с моей машиной и деньгами. Так что, если хочешь увидеть продолжение и какие еще у нас появятся новые машины по производству новых материалов. Ставь лайк и подписывайся. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok